Общественный ютуб-канал «Ушундай» сделал подборку армейских фотографий известных мужчин Кыргызстана. Каныбек Иманалиев служил с 1987 по 1989 год в Забайкальском военном округе в военной части номер 052-014. Через год службы стал кандидатом в члены КПСС, был командиром отряда. Вспоминая те годы, могу сказать, что это был суровый край и очень строгая военная часть. Мы служили на стратегической ракетной базе, нацеленной на Китай. Лидер партии «Бутун Кыргызстан», бывший председатель Совета безопасности и депутат Жагор Кукинеша Адахан Мадумаров служил в группе советских войск в Германии 1983-1985 годы. Лидер партии «Акшумкар», бывший премьер-министр страны Тимир Сариев, служил в танковых войсках на Украине 1981-1983 годов. Рыскил Димамбеков служил в Краснознаменном Черноморском флоте в 1986-1989 годах МРК «Молния», дослужился до командира отдела радиотелеграфистов. Садык Шернияз, депутат Жагор Кукинеша, основатель ОФ «Айтыш», Всемирного кинофестиваля азиатского кино в Лос-Анджелесе, США, один из основателей кинопремии АК «Ильбирс», председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Садык Шернияз, служил в западной группе советских войск в Германии, в мотострелковом учебном полку, заместителем командира взвода. 1988-1990 годы Лидер политической партии Бирбол Алтенбек Сулайманов проходил срочную службу в рядах Советской армии в 1990-1992 годах в Г. Североморске Мурманской области. Такон Мамытов Армия была фундаментом, с которого начинался твой рост. Это была важная основа для того, чтобы в будущем добиться многого, вспоминает он. Службу Такон Мамытов проходил в Чехословакии в зенитно-артиллерийском полку в составе 48-й Ропшинской мотострелковой бригады. Демобилизовался в ноябре 1974 года. Алмамбет Шикмаматов Бакиев Курманбек Салиевич, экс-президент Кыргызстана, с 1974 по 1976 годы проходил службу в рядах Советской армии. После окончания службы Курманбек вернулся в Куйбышев, где начал работать автоматчиком 3-го разряда, а затем электромехаником 5-го разряда, инженер-электриком ИВС завода имени Масленникова. Глава ГКНБ Кыргызстана Камчебек Ташиев Кадыршаевич, согласно официальной биографии, он с 1987 по 1989 год служил в Советской армии, после чего получал высшее образование. Садыр Жапаров Нынешний глава государства ушел в армию в 1987 году после первого курса физкультурного института, куда он поступил годом ранее. Новобранцы определили на службу в поселок Коченево Новосибирской области войсковую часть номер 57 849 235 Таллиннского ордена Красной звезды полка связи. Эта часть и сегодня считается элитной. За два года будущий президент Кыргызстана дослужился до должности начальника управления радиотелеграфа. Для солдата-срочника это считалось большим достижением. Был награжден нагрудным знаком отличник Советской армии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова